Всем привет! Канал подписчиков. С вами Навиль Порошин и наш бокс. Значит, ребята, вот передо мной два карбюратора стоят. Карбюраторы К-151. Ну, здесь не важно, какая у них буква. Важно, что человек мне прислал два карбюратора. Вот такое письмо написал большое. Свети-свети на них. Письмо огромное написал. Ну, пожелания, что нужно сделать с этим карбюратором. Не буду вам, значит, перечислять все пожелания. Звать его Максим. Он в Подмосковье. Ребята, значит, здесь пожелания такие. Нету на них холостого хода, нету на обоих. Тяга какая-то маленькая, там, это уазовский карбюрат. Стояли на уазике, по крайней мере. Вот с тросовым приводом, вот не уазовский, это, скорее всего, волговский. А вот тяга-то уазовский. Ну, неважно, у него стояли. Сделать бы желательно экономичный и лезвый. Да, хорошее очень пожелание. Ребята, я не об этом. Ребята, вот сейчас, Игорь, вот сюда вот посвети, вот на этот узел. Вот такой карбюратор пришел. Внимательно, долго вот так свети, просто вот на этот узел. Вот свети. Это уазоводы, там, у кого есть такие карбюраторы, они сразу увидят. Ребята, здесь вот не хватает целого узла. Узла не хватает кинематической связи между воздушной заслонкой, здесь ни тяги нет, ничего, и дроссельной заслонки. Ну, при пуске, при холодном пуске, здесь вот стоит микропереключатель. Значит, ребят, здесь ничего нет. То есть полуфабрикат. Далее, вот здесь вот стоит кронштейн, вот такой вот, который крепит воздушную заслонку, тросик воздушной заслонки. Дальше, смотрите, мужики, здесь стоит патрубок, это, вернее, вот этот вот, как он, ну, патрубок и крепежные, значит, толка на резьбе. Здесь нет ничего, мужики. Здесь половина разобранных карбюраторов, я не делаю такие. Здесь вот отсос картерных газов, здесь вот стоит болт, вот, вообще болт стоит. Ну, не знаю, мужики, и здесь то же самое, смотрите, на этом карбюраторе хоть что-то можно подвесить, если был у меня. Вот здесь хоть вот этот шток стоит, на котором все одевается. А здесь его вообще нету, здесь вообще пусто, тоже нет ни кронштейна, ничего. Ребят, такие карбюраторы утиль, я не принимаю. Я ему объяснил ситуацию, говорю, так и так, Максим, дорогой, прежде чем посылать мне такие карбюраторы, ты подумал, посмотрел, посоветовался, скинул мне какое-нибудь фото, вот. И потом, ребят, не посылайте мне такие карбюраторы, резвые, динамичные, делает у нас в Ростове один товарищ. Вот к нему, пожалуйста, у него есть, он их любит, у него есть запчасти, наверное, у нас в магазинах ничего нет к нему. Ничего, иголку попроси, ничего нету. Вот, ребята, мы, значит, сошлись на том, что я ему пошлю хороший наш 30-й карбюратор, и я и все пошлю назад. Ребят, вот все, что я хотел сказать. Мужики, ну, позвоните мне, хотите послать карбюраторы, я не отказываюсь, хотя уже мне надоело их делать. Ну, неблагодарны, это занятие. Тысячу рублей, мы его моем, чистим, начинку все меняют, все. Один моет, другой собирает, третий разбирает, потом ставим на машину, запаковываем, я бегу на почту, с такой вот короботкого плоду, вот, и на троих мы делим тысячу рублей на троих. А когда я спрашиваю, там, ремонт на сухую делается карбюратора, берут три тысячи. Ребят, я ни на что не намекаю, просто, ну, не хочется мне больше делать, заниматься ими. Да и я всегда, вы захотите, я приму карбюратор, не вопрос. Ну, просто вот в таком виде не посылайте. Берите наши карбюраторы, дазовские, озоны, соликсы, там все есть, запчасти на них все-таки есть, а на этих ничего нет. Ребят, вот и все, что я хотел сказать. Всем привет, до новых встреч, до новых роликов. С вами Наиль Порошин. До свидания.